В рамках недели литературы в пятой школе проводилось множество мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Одно из них – классный час на тему геноцид, истребление еврейской нации в годы Великой Отечественной войны. К уроку школьники подготовились серьезно. Они изучили дневник Анны Франк, который она вела во время войны. 13-летняя девочка писала о своей семье, о своих страхах, опасениях и мечтах. Нам очень важно помнить не только, как страдал наш народ, русские погибали, но если мы не будем помнить и знать, что было в годы Великой Отечественной войны, сколько людей было истреблено именно еврейской национальности и вообще славян, то мы не можем считать себя истинными гуманистами. И вот сегодняшний урок, анализ дневника Анны Франк, всемирно известного такого произведения, которое написала еврейская девочка, очень важно для детей-подростков, потому что они в первую очередь узнают, я подростковая, то есть личная, и я девочке уже взрослеющей, общественную значимость, которую хотела написать и оставить память о себе. И мы знаем, что она погибла в концлагере, но память все-таки осталась. Я считаю, что важно проводить уроки про геноцид, про Великую Отечественную войну, так как мы не должны забывать, мы должны помнить наших героев. Я считаю, что тоже вот это надо помнить, вот эти все истории войны, мы должны рассказывать своих детям, своим детям, чтобы они об этом помнили, знали, что вот такое зверство было над людьми, над всеми нациями, то есть над всей планетой. Я узнала интересного, что вот такая девочка, как Анна Франк, она была еще не в таком возрасте, но она понимала многое, она уже себя вела как взрослая. В год литературы в пятой школе педагоги совместно с родителями и учащимися решили создать свой букросинг. И уже сегодня оригинальный декоративный шкаф для международного свободного обмена книг украшает школьный коридор. В нем представлена литература на любой вкус. Детские книги, классические произведения, исторические книги, а также журналы прошлых лет. Книгу можно прочитать на переменке, а можно и забрать с собой домой. Это специфичный шкаф, их очень много сейчас появляется в больших городах, вот в Краснодаре можно увидеть, в Лобинске пока нет. А мы решили сделать в школе, потому что вот есть определенное место, где собираются дети, родители по утрам, вот период ожидания родителями детей, период ожидания уроков детьми. И вот в этот момент есть возможность детям почитать какую-то литературу. Просто то, что хочу прочитать. То, что вот может быть я подойду к полочке, выберу сам, то, что мне приглянется. Своебразную библиотеку смастерил охранник пятой школы. На протяжении 30 лет он работал краснодеревщиком и признался, что с удовольствием включился в работу. На изготовление своеобразного книгообменника ему понадобилось две недели. Равнодушных нет. Все заинтересованы как-то, ребята. Придется еще один делать специально для книг, чтобы они притаскивали свои книжки, брали, читали. Это первый, но не последний букроссинг. В планах поставить еще один на территории шестого микрорайона. Смысл в том, что ты взял книгу, прочитал, оставил ее. Ты можешь принести ее обратно, можешь также ее передать кому-то или посоветовать кому-то прочитать эту книгу. Можешь в этот шкаф принести еще какие-то новые книги. Ну и, конечно, мы думаем, что в течение мая месяца мы продолжим эту акцию и установим на территории микрорайона номер 6 будет установлен еще уличный шкаф для букроссинга, для свободного книгообмена. В этом году в традиционном конкурсе «Учитель года» приняли участие более 10 педагогов Лобинского района. После завершения конкурсной программы учителя рассказали нам, что для них значит участие в этом профессиональном соревновании. В этом году я участвовала в конкурсе «Учитель года-2015». Что для меня это дало? Прежде всего, систематизировать свои наработки, поделиться опытом, заявить о себе каким-то образом. Помимо этого, в рамках «Учителя года» я побывала на Благовещенском православном юбилейном форуме. Это было в станице Благовещенской. Значит, что мы общались там с известными людьми, с психологами, такими как Ирина Яковлевна Медведева, священники-писатели, которые с нами общались и многое дали. Это Николай Агафонов. Для меня очень радостно и приятно общаться с коллегами, которые не просто плывут по течению, а добились каких-то значимых результатов в профессиональной деятельности. Мне хотелось бы сказать такие слова, что, наверное, участие в этих конкурсах дает какой-то драйв. Выйти из повседневной жизни на несколько дней, на некоторое время, окунуться в этот драйв, в эту сумасшедшую карусель, и почувствовать себя совсем другим человеком, глянуть на себя и на свою деятельность с другой стороны, почувствовать себя шире, больше. Наверное, это больше всего нам и дало участие в этом конкурсе. Для меня уникальная возможность участвовать и победить в конкурсе «Учитель года» совпала с юбилейной датой моей трудовой деятельности. 25 лет я отработала в школе, и поэтому есть что переосмыслить, есть что переоценить. Вообще, я уже однажды говорила, что «Учитель года» – это уникальная возможность для обмена опытом среди своих коллег. Это то место, где можно посмотреть уроки, где можно обменяться опытом, обменяться программами по тестированию учащихся. Кроме этого, «Учитель года» – это еще уникальная площадка для того, чтобы подвести итоги своей собственной трудовой деятельности. Участие в конкурсе «Учитель года» стало для меня незабываемым событием. Это возможность показать себя, свой профессионализм, почувствовать радость от новых побед. Для меня это еще и возможность поделиться опытом с коллегами. Это новые впечатления и знакомства. Я осознала, что любой труд приносит плоды, а усердный труд – бесценные плоды. Конкурс – это маленькая жизнь, так стоит творить жизнь. Конкурс – это очень важный этап в жизни каждого педагога. Волнительно все. Начиная с первой минуты, ты погружаешься в настолько волнительные моменты, которые заставляют тебя думать, анализировать, делать выбор. Конечно же, самое важное, самое драгоценное, что подчеркнуло для себя – это знакомство с очень умными, творческими и позитивными людьми, от которых сияет энергия и желание выполнять свой профессиональный труд. Огромное спасибо, конечно, организаторам конкурса за предоставленную возможность. Отвечая на вопрос, что мне дал конкурс «Учитель года», во-первых, следует отметить, что огромное количество положительных эмоций. Во-вторых, это общение и с коллегами, новые методические разработки, новый педагогический опыт. На различных этапах конкурса я познакомилась с очень интересными людьми, приобрела новый опыт, познакомилась с различными методиками преподавания, ну и, конечно же, поделилась своим педагогическим опытом и многое подчеркнула у своих коллег. Конечно, каждый из нас, из участников конкурса, пытается быть лучшим, показать свое профессиональное мастерство, показать свои педагогические наработки. Но мудрость учителя заключается в том, что он должен понимать, что победа одного учителя – это победа всего педагогического сообщества. Конкурс мне дал незабываемые впечатления. Это общение с коллегами, и новые методические разработки, и новые методы, опыты. И это также новая ступенька в развитии каждого из нас в самосовершенствовании себя, как учителя. Это также такой мощный заряд энергии, который заставляет двигаться дальше и не стоять на месте. Мне очень было приятно общаться с моими конкурсантами. Они замечательные педагоги, показали себя на высоком уровне. Конкурс – это замечательное дело. Конкурс – это возможность проверить и оценить себя. Я получила такой редкий случай увидеть свой рост, оценить, на каком этапе, на какой ступеньке я нахожусь. Конечно же, во время конкурса я мысленно обращалась в студенческие годы. Недосыпание, учеба, участие в конкурсе, те же самые сомнения, все ли получится, хватит ли сил. Ведь достаточно соперники были достойные в этом конкурсе. Но жизнь меняется, время бежит, и требования к обучению тоже меняются. Сейчас, в современной новой школе, мы должны детей научить не только писать, читать, считать, как прежде, но и думать, анализировать, мыслить, а главное – уметь находить выход самостоятельно. Моя профессия очень трудная и сложная. Но с тем же самым можно сказать, что она нужная и благородная. Субтитры создавал DimaTorzok